Здравствуйте! В эфире очередной выпуск парламентской программы законодателя. И с вами я, ее ведущая, Ольга Панова. Буквально сегодня чувашские парламентарии во втором чтении приняли проект республиканского бюджета на 2015 год и на плановый период 16-18 годов. Отмечу, что документ стал самым тяжелым за последние годы. В прямом смысле слова, бюджетные материалы расположились на 1128 листах и весят более 5 килограммов 700 граммов. Бюджетные материалы 2014 года занимали всего 820 страниц и весили чуть более 4 килограммов. По традиции бюджет предстоящего трехлетия был сверстан, исходя из наименее благоприятного сценария развития экономики. Несмотря на законопроектный пессимизм, Минфин республики по ключевым разделам бюджета констатирует рост. По доходам рост 2015 года к первоначальному плану на 2014 год на 963 миллиона рублей. По расходам рост на 1 миллиард 231 миллион рублей. Дефицит увеличивается на 268 миллионов рублей. Необходимо отмечить, что собственные доходы республиканского бюджета растут ежегодно в более чем 6%, как следствие увеличивается удельный вес собственных доходов с 58,8% в 2014 году до 77% в 2017. Рост собственных доходов республиканского бюджета к 2015 году к первоначальному плану на 2014 год на 1 миллиард 709 миллионов рублей или на 8%. Рост собственных доходов республиканского бюджета на 2015 год к уточненному плану на 2014 год на 1 миллиард 361 миллион рублей. И предполагается за счет роста поступления НДФЛ на 641 миллион рублей, налогов на прибыль на 164 миллиона рублей, налогов на имущество на 161,4 миллиона рублей, налогов на совокупный доход 74,2 миллиона рублей. Также планируется рост поступления акцизов на подакцизные товары в 2015 году к уровню 14 на 485 миллионов рублей. Традиционно самыми объемными в структуре расходов республики стали образование с долей в 30%, социальная политика – 20,5%, здравоохранение – 18,7%. Средства пойдут на заработные платы бюджетников, строительство дошкольных учреждений. В бюджете 2015 их заложено 8, совершенствование оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. К примеру, более чем в 4 раза увеличиваются бюджетные ассигнования на строительство хирургического корпуса «Онкодиспансера» – существенные средства, предусмотренные на возведение фельдшерско-акушерских пунктов в селах республики. Если говорить о проекте бюджета, нам принимать такой бюджет никому не легко. Кому легко? Учитывая его сегодняшнее экономическое положение. Но я хотел заметить, все плотно поработали, и правительство, и депутатский корпус. Сколько раз уже обсуждали, но, уважаемые, надо жить реально. Желание одно, а действительность другое. Как говорят, жить надо посредством, поэтому, конечно же, но самое главное, бюджет реальный, он обеспечит нам в следующем году, и прежде всего в следующем году, обеспечить жизнеобеспечение всех слоев населения, прежде всего. Будут функционировать школы, садики, больницы, будет ходить транспорт, будет тепло в домах, это же самое главное. Да, это сначала, и то, и другое сразу не получается. Но если мы хотим жить лучше, давайте лучше работать. В ходе принятия документов в первом чтении, а именно на этом этапе закладываются ключевые основополагающие параметры казны, отдельные парламентарии акцентировали внимание не на расходах, доходах или дефиците, а на государственном долге. Речь даже не о суммах, которые должна республика, а о долговой политике, которую она проводит. Говоря о долговой политике, понятно, что никогда нам денег на то, что мы хотим, скажем так, воплотить в жизнь, не хватает. Для этого мы должны занимать. И здесь, конечно же, должна быть разумная политика. Чувашская республика в этом плане многие годы вела довольно-таки, скажем так, очень поступательную политику, и в соответствии с этим имеет довольно-таки высокие рейтинги среди регионов Российской Федерации. Все относительно в этом мире, поэтому я бы сказал, что это хорошие рейтинги. С одной стороны. С другой стороны, ведь было на самом деле много сделано, если так сказать, инфраструктурных вещей и так далее, что в принципе сказывается на качестве жизни населения. На сегодняшний день мы видим, что капитальные вложения у нас все уменьшаются. Я одобряю вот это, скажем, использование так называемых коротких дешевых кредитов. Это очень хорошо. Но, к сожалению, вот эта политика за счет коротких кредитов, решения долгосрочных программ, она, как правило, если посмотреть, вестирует, дает не очень хорошие результаты. То есть долгосрочные проекты реализовывать за счет краткосрочных кредитов невозможно. И поэтому какая-то доля долговой политики, естественно, должна быть разумно распределена именно на долгосрочные привлечения, которые бы четко направлялись на вот именно создание таких вот проектов, которые носят долгосрочный характер и улучшать качество жизни населения Чувашской республики. К разговору о качестве жизни одной из самых незащищенных категорий граждан – пенсионеров. Накануне принятия бюджета во втором чтении в ходе рассмотрения поправок в законопроект было принято решение, которое изначально в документе предусмотрено не было, но уже в ближайший год коснется десятков тысяч жителей Чувашии. Речь идет о чем? О том, чтобы 35 миллионов рублей предусмотреть дополнительно для поддержки ветеранов Чувашской республики. Эти деньги мы берем с суммы, предназначенные для жилищных субсидий, для государственных служащих. Хочу сказать, что думаю, что потерпим в течение одного года. Ничего страшного не произойдет, революции не будет. Хочу сказать, что в 2012 году у нас по этой программе 18 госслужащих улучшили жилищные условия, в 2013 году – 19, а в этом году – 33 человека. Но поскольку экономика ситуации не такая простая, мы решили немного потуже натянуть наши пояса и найти, просто выполнять нормальный режим экономии финансовых ресурсов. Фактически парламентариями был заложен финансовый фундамент под последующее решение о снижении трудового стажа, необходимого для получения звания ветеран труда Чувашской республики. Глава Чувашии не единожды призывал депутатский корпус включиться в поиск финансовых источников. Депутаты источник нашли. Речь идет о том, чтобы хотя бы на первом и следующем этапе на два с половиной года сократить стаж, трудовой стаж, необходимый для получения звания ветеран труда Чувашской республики. Как известно, он сегодня составляет для женщин 40 лет, для мужчин 45 лет. Мы предполагаем, что эти деньги пойдут на поддержку именно этой категории ветеранов. Хотим, чтобы все-таки этот стаж был уменьшен на два с половиной года, как для мужчин, так и для женщин. Прекрасно понимаем, что этих денег не хватит на весь бюджетный год 2015. Это примерно на два, на три месяца под нашим расчетом. Но с надеждой на то, что экономика будет лучше работать, что в доходную часть бюджета будет средств больше поступать, при уточнении бюджета будем дополнительные изысковые средства для поддержки ветеранов. Сегодня разовая выплата, изимечная выплата для ветеранов труда, для ветеранов труда Чувашской республики составляет 1082 рубля в месяц. Я думаю, что это существенная поддержка. Есть подсчеты, какое количество человек сможет дополнительно претендовать на эту выплату в связи со снижением на два с половиной года? Это предварительно подсчетом более 10-15 тысяч человек, около 15 тысяч человек. И предварительно расчеты такие, что потребуется средств дополнительно из республиканского бюджета, а именно речь идет о ветеранах труда Чувашской республики, которые по стажу будут получать это звание, 150-160 миллионов рублей, вот цена этого вопроса. То есть 35 миллионов мы уже нашли, а в последующем будем изыскивать, изыскивать, как нам и поручал глава Чувашской республики, эти средства в республиканском бюджете. На сегодняшний день и Министерство экономики, и Министерство финансов Чувашской республики занимаются этими расчетами, и мы совместно занимаемся поиском средств. То есть на данный момент пока речи об обнулении каких-то еще статей пока не идет? Совершенно верно. Мы в последующем надеемся не на обнуление тех или иных статей, как мы сейчас поступили, а на дополнительное поступление в республиканский бюджет, уже появляется основание для дополнительного перераспределения этих денег. Несмотря на всю социальную позитивность принимаемого решения, были и не согласны. Так справоросы настаивали на необходимости направить высвободившиеся средства на субсидии для молодых семей в рамках федеральной целевой программы «Жилище». Однако единороссы уверены, этот путь с точки зрения бюджетных процессов оказался бы менее эффективным. В данном случае надо понимать, что эта программа, она федеральная, которая действует по субсидии, скажем так, молодым семьям. И эта программа предусматривает софинансирование бюджета и через республики. То есть республика вкладывает столько-то денег, и федеральный бюджет дает, скажем так, другую часть денег. А на данном этапе, скажем, федеральная программа, она сверстана, значит, республиканский бюджет уже утверден. То есть наши деньги, которые мы сегодня туда вложили бы, они со стороны федерального бюджета бы дальше не софинансировались бы. То есть это получилось бы не совсем эффективное использование денег. Значит, а то, что там это идет, это сумма на поддержку наших ветеранов, наших там дружников по пенсии, я думаю, это тоже такая социальная задача, тоже благое дело. Я думаю, что от этого мы не проиграем. Республика ни в коем случае не проиграет. В прошлой программе мы рассказывали о непростой ситуации, которая сложилась в Шумерле. Столбик термометра уверенно ползет вниз, а вот растущие долги города за газ только накаляют обстановку. О том, какова картина в целом, по республике говорили на заседании профильного комитета парламента. Долги муниципалитетов и предприятий коммунального комплекса Чувашии перед газовиками растут как снежный ком. Их задолженность на 1 ноября составила 478 миллионов рублей. По сравнению с прошлым годом долг вырос на 88 миллионов. Практически ни один график погашения задолженности муниципалитетами пока не исполнен. Чебоксары должны снабжающей организацией 110 миллионов рублей, и долг продолжает расти. Город Шумерля задолжал Газпром Межрегионгазу 103 миллиона рублей. Шумерля, муфтеплоэнергия, но начатое оппозиционное в прошлом году составляло 54 миллиона. Как Олег Иванов сказал, в прошлом году 60,5 миллионов за счет бюджета Чувашской республики была погашена задолженность города Шумерля. А на начало от оппозиционного вернулся город Шумерля на ту же сумму 96 миллионов рублей. В октябре поставили для города Шумерля, с 11 октября, называют дату, до 11 октября мы там очень малым объемом подавали газ. Все было в ограниченном виде. На 8 миллионов рублей. Оплатили 700 тысяч рублей. То, что было сказано, дату, вам, боюсь, не помню, после вашего поручения, мы нашей исполнительной листы отозвали. Все задвижки открыли, они представили график на 7 лет, мы чуть-чуть подправили, и представили, значит, материалы на залог имущества. Школа в 61-го года рождения, земельный участок 1 гектар 30 соток. Общая сумма вот эта оценена на 53 миллиона. Я предлагаю Шумер продать, пожалуйста, это сами, и дайте мне деньги. Я многое время вот за это передговорил всеми инвесторами, которые могли бы купить этот участок и построить жилые дома в этом участке. Что меня ответили, знаете, а там, говорит, жилье никто не покупает. Руководитель газоснабжающей организации, депутат госсовета Чувашии Кимидин Мефтохудинов говорит о беспрецедентной ситуации. Фактически, муниципалитеты-должники получили у газовиков беспроцентные кредиты. За последние 10 лет ни одному муниципальному предприятию коммунального комплекса не было выставлено неустойки, штрафных санкций, пение за просрочку оплаты. Предприятие терпит убытки, должники раз за разом срывают прописанные сроки. Я понял так, что люди сами не представляют еще, по какому пути им надо идти и как это надо решить вопрос. Вот где проблема у нас возникает сегодня. И все просят средневековский бюджет, это деньги. А другой пример скажет, если мы сейчас поможем кому-то, выделим денег, Батарева, Комсомольский, Янский скажут, извините, друзья. А почему по газу эти районы надо оказывать помощь, а мы-то чем хуже, мы же выполняем свои обязательства. Вот это будет несправедливо. Положительная динамика по погашению долгов наблюдается в Канаше и Красноармейском районе. Батаревский, Комсомольский, Маргаушский, Чебоксарский, Шамуршинский, Ядринский, Янтиковский и Яльчикский районы за газ не должны. Для сведений 747 котельных у нас. Модернизация котельных необходима и требует порядка 40-50%. Если общие, скажем, финансовые вложения на модернизацию одни котельных в зависимости от мощности, киловатт, достигает от 12 до 30-40 миллионов рублей. Вот где-то мы так прикинули. Сейчас, кстати, мы начали заниматься этим вопросом еще в прошлом году. Вы, наверное, в курсе, что мы сделали полный анализ по Аллатарю. И, кстати, две котельные сегодня уже по Аллатарю мы модернизировали и закрыли тему вообще, значит, неэффективных котельных. Дальше у нас на перспективе это разработано мероприятие по модернизации котельных в городе Ядрине. Но и сегодня мы, конечно, как я уже отметил, переходим именно по городу Шумерли. Потому что, наверное, приоритет все-таки отдадим городу Шумерли, потому что ситуация там действительно складывается очень печальная. И по предварительной оценке, то есть эта цифра, она не до конца, мониторинг сейчас идет по всем муниципалитетам, составит, ну, не менее, наверное, 750 миллионов рублей. Это только на модернизации котельных. Вложение, прямое вложение бюджетных средств в эту сферу, оно будет ограничено только какими-то целевыми субсидиями. Допустим, если тариф утвержден, служба по тарифам не рыночный, да, и, соответственно, это доказано, что он не рыночный. Соответственно, мы регулируем это, и мы должны предусматривать эти средства. Остальные вещи, все-таки они будут реализовываться на рыночных основаниях. Об этом Олег Иванович четко сказал. Допустим, такие мероприятия мы закладывали, проводили через, соответственно, бюджет, и вы, как депутаты, это все знаете. Все говорили, что невозможно строить котельных. Нет. Но мы знаем, когда строится новая котельная, и существующий старый тариф позволяет уже получать прибыль той организации, которую она строит. Что нужно? Проблемы банк не дает или лизинг не дает. Что нужно? Субсидирование процентных став. Пожалуйста, вышли Олег Иванович, их министерство вышло, Минфин поддержал. Мы субсидирование заложили. Тот же АЛЛАТРА получал, та же Шумерля немножко получила на старые котельные. То есть форма поддержки есть? Есть. Но должны быть инициативы, в первую очередь, в муниципалитете по этому поводу. Понимаете? Потом инвестпрограмма, вот Олег Иванович сказал об этом, да? Вот мы буквально собирались на прошлой неделе. Инвестпрограмма разработана, новая, так скажем, именно по проблемным вещам. Это Батриевский район, по-моему, по водоснабжению разработал. Соответственно, коммунальные технологии по Новочебоксарску и Чебоксарму разработали. Это Сити, Новочебоксарские разработали у себя, да? Все. Таким образом, власть дает понять, помощь будет, но только для тех, кто и сам готов вкладывать, работать и предлагать. В ближайшее время администрациям муниципальных районов и городов предстоит провести инвентаризацию потребителей на соответствие начисленных объемов фактическому объему потребления, а также найти взаимопонимание с частными владельцами котельных. У некоторых предпринимателей нет опыта работы в этой сфере, но есть большое желание получить прибыль, не вкладываясь в модернизацию. Не так давно члены фракции «Единая Россия» в Госсовете обратились в органы следствия и прокуратуры с ходатайством в поддержку героя России Евгения Борисова. Напомню, он привлечен в качестве обвиняемого по статье 171, часть 2 и статье 291 Уголовного кодекса Российской Федерации. В данный момент Евгений Борисов находится под стражей. Законодатели просили учесть заслуги Борисова перед страной и изменить меру пресечения на несвязанную с лишением свободы. Просили, но получили отказ. Человек, который воевал, инвалид, имеет двоих малолетних детей, и его держать под стражу – это преступление, я думаю. Он практически три дня один уходил из преследования, боевики его преследовали. Он тяжело раненый, уже в конце третьей сутки он даже ходить не мог. Но в то же время боевики вышли на командование нашей части, и они сказали – заберите своего солдата, он настоящий герой. Вот боевики могли оценивать его заслуги, а наши мы не можем оценивать. Вот это наша беда. Указом президента Российской Федерации в 2000 году Евгений Борисов удостоен высокого звания Героя Российской Федерации за мужество, проявленное при ликвидации незаконных вооруженных бандформирований в Северокавказском регионе. При выполнении воинского долга он получил тяжелые ранения и признан инвалидом боевых действий. Борисов является единственным гражданином России, проживающим на территории Чувашской Республики, удостоенным столь высокого звания. Кроме того, Евгений Борисов не чужд самому парламенту. В 2009 году он был избран депутатом Государственного Совета Чувашской Республики 4-го созыва. Входил в состав Комитета по социальной политике, здравоохранению, физической культуре и спорту. С вами были законодатели. Я, Ольга Панова, прощаюсь и с радостью сообщаю, что теперь парламентская программа будет выходить в эфир чаще, дважды в месяц. Кроме того, самые актуальные темы и законопроекты мы будем обсуждать еще и на чувашском языке. До встречи на Национальном ТВ. Национальном ТВ